Я проработал в советах, когда у нас районный совет был, я проработал 4 года, а еще раньше был депутатом нескольких созывов районного совета, поэтому очень хорошо знаю тонкости этой работы. Я вам скажу, что без районных советов в районе руководить сложно. Вот мы сейчас не имеем своего бюджета. Есть один единый городской бюджет. Да, тот пирог, который был для корабельного района сейчас в общем, в общегородском бюджете, нам деньги выделяют. Но, во-первых, их выделяют по остаточному принципу. Во-вторых, наш корабельный район имеет такие мощные предприятия, как всем известный леноземный завод, пивзавод Янтарь и порты. У нас, кстати, уже четвертый порт строится. В городе их только один, знаем, морской порт, еще там один есть речной. У нас и Никотеров, у нас и Днепробухский, у нас и Октябрьский. Строится сейчас Евровневшторг строит порт, когда он его построит, это дело будущего. Но, во всяком случае, наш район половину городского бюджета образовывает из наших предприятий. И не только предприятий, но и средний и малый бизнес хорошую лепту уносит. Поэтому мы считаем, что район мог бы финансироваться лучше. А самое главное другое, самое главное полномочия. Без районного совета нет своей исполнительной власти. Мы не имеем тех полномочий, которые бы имели по закону о местном самоуправлении. Поэтому сейчас у нас название администрация. Мы имеем только делегированные полномочия от городского совета. И, безусловно, многие функции нам выполнять по закону сейчас невозможно. Поэтому мы сейчас только отвечаем за частный сектор. А все высотное домостроение, весь жиломассив напрямую замыкается на департамент ЖКХ. И вот людям объяснять очень сложно, что мусор во дворах, что не отремонтированные внутридомовые проезды, что текут многие крыши, не работают лифты. Ну, у нас они, в общем-то, работают. Я не скажу, что уж совсем плохо работает ЖКХ, но все со мной согласятся, что мог бы работать значительно лучше, если бы руководство района имело полномочия и могло управлять здесь, на месте, имея свой районный бюджет. Тогда уже с нас можно было спросить, по полной программе спросить и городскому голове, и народ должен был спросить, что делает местная власть, имея полномочия и денег. Сейчас, к сожалению, у нас ни денег, ни полномочий нет. Людям ездить в город решать многие проблемы, которые требуются решать и по той же торговле предпринимателям. Вот посмотрите, сейчас предпринимателям не решен вопрос уже в течение длительного периода по разрешительной системе, не наведен порядок по разрешительной системе на выносную торговлю, на установку малых архитектурных форм. Люди, для того, чтобы решить свои вопросы, связанные с ремонтом крыш, особенно те люди, которые живут на верхних этажах, должны обращаться в департамент ЖКХ на семи углах, на пяти углах. Во-первых, туда добраться сложно. Во-вторых, департамент отвечает за весь город. До каждого дома дойти им сложно. И может ли департамент знать истинную ситуацию, дел на месте? Надо там капитальный ремонт или текущий ремонт, или не надо? ЖКХ, который на несоответствующих тарифах работает и сейчас вынужден для того, чтобы вообще не развалиться, работает три дня в неделю. Поэтому, какое может быть качественное обслуживание жилья? Естественно, что уже не говоря о ежедневных заботах, связанных с работой ЖЭКа, они, безусловно, не всегда дойдут до крыши, где нужно вовремя составить заявку, вовремя составить акт и тем более получить финансирование. Хотя и ЖЭК и не делает эти ремонты. Это капитальный ремонт, делаются подрядные организации. Где-то там в городе проводятся тендеры, где-то там в городе определяется подрядчик, который потом здесь выполняет работы. И за качеством этих работ опять должны следить где-то там в департаменте.